Здесь, на заводе Госметр, в рамках первого кураторского форума, мы сейчас отправимся в экскурсию по мастерским металлистам, а всем юношам, обдумывающим свое бытие, выбравшим эту нелегкую эстезю, наверное, дадим несколько советов. Но проблема есть такая, значит, найти работу по профессии, потому что все мы, конечно же, художники, мы мечтаем о том, чтобы заниматься своим делом, быть востребованными, но пока ты пройдешь этот путь, пока ты найдешь то место, где ты нужен, где ты будешь востребован, уходит много времени, много сил, и кто-то до этого момента даже и как бы не доходит, кто-то ломается, кто-то еще что-то. Сначала, как правило, надо найти какой-то ориентир, надо где-то на кого-то поработать, посмотреть вообще, как это все происходит в реальной жизни, на чужом примере поучиться. Потом, когда ты наберешь достаточное количество опыта, какие-то контакты, то ты уже выходишь работать с людьми сам. Но если ты работаешь, так скажем, сам на себя, то ты и сам полностью отвечаешь за изделие, за все от начала до конца. То есть если у тебя что-то, не дай бог, не получается или что-то ты не можешь, то здесь тебе не на кого сослаться, здесь виноват будешь ты. Договорились с тобой, и работу должен сделать ты, и должен сделать срок, и должен сделать качественно. Мы все мечтали заниматься творчеством, да, так скажем, мы этому учились, и нас, можно сказать, избаловали в наших академиях, на кафедрах. И вот мы выпустились, и у нас нету, по сути говоря, такой возможности первое время, а у кого-то, может, никогда ее не будет этой возможности. И вот надо вот найти вот этот баланс, потому что есть заказ, и заказ надо делать. И есть то, что ты называешь творчеством, и тебе хочется этим заняться. Но, когда меня спрашивают, что есть творчество, а что нет, я не знаю, я вот иду в Эрмитаж, и смотрю, и вижу, что Рембрандт, я так понимаю, он целиком это все заказывает. Оказывается, этот человек делал целенаправленно, каждый день он этим работал, занимался. Эту проблему каждый решает сначала сам у себя в голове, а потом пытается решить ее уже как бы в реальности, в нашей. То есть, конечно же, хочется заняться и чем-то еще, мы этим для себя стараемся заниматься, какими-то интересными вещами, какие-то эксперименты делаем. Я попытался вот раковину такую вот сделать на основе вот рапана, хотел сделать форму, в общем, немножко ее изменил так, чтобы она как-то материал мне так диктовал, и я вот тоже искал какой-то ход. Ну, вот этим я, можно сказать, для себя занимался. Редактор субтитров А.Семкин Для меня лично есть разделение ремесленник, что неплохо само по себе, что это, в общем-то, это ремесло, и мы зарабатываем деньги ремеслом, безусловно. Есть художники, которые используют это самое ремесло, и вот кто-то в этом ремесле остановился там на заборах и делает ограждение, пусть безумно красивые, очень хорошие, качественные, но как бы не стремится там что-то. Он научился делать элементы, там семь приемов в ковке вот существует, вот он их очень удачно использует, комбинирует, и там фантазии безграничные, это ребята действительно очень толковые, качественные, в вопросах вообще никак не возникает. А есть кто-то, кто занимается какими-то творческими поисками, и вот они уже, как бы их невозможно назвать ремесленниками, они уже как художники, они творцы, они творят, их там прет, они там уходят из семей, ну, в хорошем смысле. Я ушел на работу, и ты там творишь, работаешь, что там гнешь, это железо, грежешь, гнешь, смотришь, что там у тебя происходит, и ищешь для себя что-то новое, что потом вырастают в какие-то предметы искусства, там арт-объекты, скульптуры. Простой способ не лениться, брать и делать, потому что материал, он податливый и нормальный, он как пластилин, в общем-то, с ним лепить что хочешь. Ну, для нас уже обычные вещи, там, надо слушать этот металл, идти, что он тебе говорит, то туда и идти, ну, для кого-то это какие-то там, о, банально, что он какой-то заявляет тут. Но, в принципе, действительно, у него есть там какие-то свои приколы, иногда ты вот и специально мучаешь, не мучаешь, а как бы там трансформируешь это железо, чтобы вытянуть его возможность, чтобы он тебе показал, как он может там потянуться, растянуться, расплющиться, там, погнуться, свернуться. И ты его специально там тянешь, 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 чтобы вот уже предел. Вот это и есть эти творческие поиски, и ты придумываешь какую-то там скульптуру, идею, но иногда тебе надо понять, как ты ее будешь делать. И вот тут, как бы, вот эти технологии, они помогают тебе решать твою задачу. Когда там играешь с железом, мнешь, 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 режешь, ну, так смотришь, ну, классная фактура, классная там, потянулась, классно, ага. Там одна идея за другую цепляется, и как-то ты уже, иногда материал тебе говорит, что ты можешь сделать вот такую-то работу. А иногда, вот скажем, станки, это тоже немаловажная деталь, когда станки помогают тебе решить ту или иную задачу. Потому что, скажем, вот без этой пилы, там, срез ты не можешь сделать, как там, обнажить железо, там, поэтому очень все это, все взаимосвязано. Ну, насмотренность какая-то, то, что ты ездишь там по миру, смотришь, а как у них, а как у нас, там, сравниваешь, что-то там, литературу читаешь, книжки читаешь. Потом, ну, сверху, откуда-то там тебе чуть-чуть, ах, ты там стараешься, ага, ну, молодец, на тебе там, отсыпаю чуть-чуть. Ну, как-то так оно и происходит. 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот у каждого материала есть свойства, свои интересные. И вот здесь у меня получается все это впитывать, смотреть. Там пучок арматуры стоит. Казалось бы, для ребят здесь это бытовая достаточно история, ничего там интересного. Но я вижу свою красоту в этом. Возможности, что еще может этот материал отображать, и как можно вообще с ним работать. Я не думаю, что я прямо-таки авангардист. Я считаю себя скорее натуралистом. Я просто изучаю в большей степени не просто анатомию или литературу, историю, а изучаю взаимосвязи объемов. Сам объем может уже создавать напряжение, динамику, стремление, различные ощущения просто путем только изображения самой конструкции, то, что меня восхищает. У меня одна из любимых тем птицы. Я постоянно за ними наблюдаю, смотрю. Они интересны вот именно тем, что они вообще не как люди или как другие существа взаимодействуют только с плоскостью. У нас вот контакт всегда в первую очередь это от плоскости. Они точно так же, как для нас земля, это воздух. И воздух тоже имеет свою структуру, свою силу, массу. И вот как одна структура в виде птицы взаимодействует с совершенно другой аморфной какой-то структурой, не знаю, которая для нас практически неосязаема, это очень интересно. И как она создает какие-то взаимосвязи. А материал, он помогает как раз больше привлечь внимание к самой структуре, то есть к самому то, о чем я хочу рассказать, нежели буквально показать, что это просто птица или слон, или там человек, или еще что-то. То есть немножко скрывает как бы эту анатомию, лишние детали убирает. То есть это получается такая чистая композиция взаимосвязей. Вы счастливый человек? Да, не то слово, конечно. Особенно, когда скульптурой поставлю новую. Прямо бегаю, танцую, улыбаюсь каждый раз. Мне всегда очень важна среда, в которой выставлено, потому что это еще вот третий, как композиция, участник всей скульптуры, это сама композиция, материал. И третий, это пространство, в котором оно уже находится. Это всегда достаточно сложный процесс, долгий. И бывает иногда, когда и опускаются руки, когда это все в никуда уходит. Но чаще всего это все равно вдохновляет. Все равно это... Особенно если интересное место, интересная какая-то выставка, пространство, то там уже становится зачастую неважно, деньги платят или не платят, или наоборот, самому надо там чаще всего вкладываться. И как-то так вроде чуть-чуть хотя бы чувствуешь, что это кому-то надо. Но я думаю, искусство — это вообще не о деньгах. Нужно думать о том, что у тебя есть возможность, невероятно которой у других людей нету, реализовывать себя творчески, изучать мир так, как даже ученые себе позволить не могут. Настолько вот широко и свободно видеть его, воспринимать, что это само по себе чудо и дарк большой. Надо пользоваться этим. А если работать достаточно усердно, так или иначе какие-то средства придут, то все равно просто со временем начинаешь понимать, что это сильно вторично, а для мира искусства это вообще никакого отношения не имеет. Как там было у классика? Я вчера закончил ковку, я три плана залудил. А кто вообще сказал, что нужно ковать какие-нибудь оградки для имени новых русских, или в лучшем случае могильные оградки? Когда вы будете ковать хоть что-нибудь, не забывайте ковать еще и характер. Металл закрепляет вашу фантазию на века, поэтому не надо заниматься ерундистикой. Лучше куйте то, за что не будет стыдно и через тысячу лет.